Кельгай, город Киев. Как добраться сюда, сесть на кораблик, дизелевозик? Кельгай, город Киев. Самые красивые маленькие города Германии возле Мюнхена. Самые, на мой взгляд, лучшие города Германии для потенциального туриста. Ребята, всем привет! Меня зовут Алексей Усик, а вы смотрите мой YouTube-канал «Передает Германия», в котором я стараюсь рассказать и показать вам наиболее интересные места германской земли Баварии, ее города, городки, небольшие деревни, замки. В общем, все то, что я считаю, на мой взгляд, может понадобиться будущим самостоятельному туристу при составлении своей программы поездки сюда к нам, в город Мюнхен, да и, в принципе, в землю Баварию. Так вот, сегодня я отправился за 100 километров в северо-восточне этой самой столицы земли Баварии, города Мюнхена, в небольшой баварский городок Кельгайм. Это небольшой, с населением всего 17 тысяч человек, краевой центр, являющийся, тем не менее, местом притяжения туристов не только из Европы, но и из Америки, из Азии в том числе. Благодаря своей природе, благодаря своему местонахождению, отсюда легко добираться до многих других достопримечательностей Баварии, о котором я вам немножко позже также расскажу. И да, кстати, город Кельгайм в Германии мог в свое время спокойно стать столицей герцогства и королевства Баварского. Именно здесь, в Германии, родился в свое время один из представителей династии Виттельсбаха, правящий в будущем династии Баварии на протяжении более семи столетий. Кельгайм, как добраться сюда из Мюнхена или любого другого города Германии? Давайте для чистоты эксперимента возьмем тот вариант, при котором вы прилетели в аэропорт города Мюнхена, добрались до самого Мюнхена, походили, погуляли по его улицам, площадям, посмотрели, полюбовались, сели и задумались. Дабы еще можно было съездить из Мюнхена на один день, какие еще красивые города и достопримечательности вокруг Мюнхена можно посмотреть. И вот здесь я очень надеюсь, что вам на помощь придет именно этот ролик. Из Мюнхена в Кельгайм можно добраться несколькими способами. Это общественный транспорт самостоятельно на машине и заказав у меня экскурсию. Давайте я вкратце остановлюсь на каждом из этих вариантов. Самым простым, но в то же время и самым финансово затратным вариантом для потенциального туриста будет однодневная индивидуальная экскурсия из города Мюнхена с гидом сюда в Кельгайм. Но в то же время вы не должны забывать, что во время этой экскурсии мы с вами увидим не только сам городок, но и многие-многие достопримечательности, которые находятся вокруг него на удалении до 20-25 километров. Это все будет зависеть, конечно, от ваших интересов, от ваших потребностей и того, что еще вы хотели бы посмотреть во время этой однодневной выездной экскурсии из Мюнхена в Кельгайм. Следующий вариант, наверное, будет больше по душе самостоятельным туристам, тем, которые хотят сами сидеть в интернете, выискивать информацию, состыковывать рейсы общественного транспорта и так далее. Вы можете добраться из Мюнхена в Кельгайм самостоятельно на общественном транспорте, а конкретно на поезде. Для этого нужно сесть на главном железнодорожном вокзале города Мюнхена, соответственно, на поезд, который довезет вас или до города Ингольштадта, или до города Регенсбурга. Добравшись или туда, или туда, вы пересаживаетесь на следующий поезд, который довезет вас до небольшого городка Заль-Андер-Донау. В зале на Дунае пересаживаетесь на рейсовый автобус номера 6022 или 6036, которые еще за 15-20 минут довезут вас до центра города Мюнхена. Вот вся эта поездка в один конец с пересадками из Мюнхена в Кельгайм может занять у вас около двух часов времени в один конец. И по деньгам, ну, наверное, евро 40-50 тоже в один конец. Поэтому имейте в виду, что, наверное, легче и проще всего, и главное, что дешевле всего, вам будет купить баварский билет для этого случая. Что такое баварский билет? Чтобы не повторяться, я уже снимал парочку видео. Посмотрите у меня или в архивах записи, или вот одну из ссылочек я поставлю. Сюда можете посмотреть этот небольшой видеоролик о баварском билете. И еще один вариант, который будет интересен самостоятельным туристам, тем, которые ездят, путешествуют на автомобиле по Европе. Будь то ваш частный автомобиль, на котором вы сюда приехали, будь то съемное авто в аэропорту города Мюнхена, или в самом городе Мюнхене, на котором вы путешествуете по Баварии, вам, наверное, полезно будет знать, что расстояние между Мюнхеном и Кельгаймом всего 100 километров, которое вы преодолеете примерно за 1 час и 15 минут. Но самая важная и полезная, наверное, информация для любого автолюбителя – это парковки. Парковки в том месте, куда вы собираетесь поехать. Кое-какую информацию о кельгаймских парковках я оставлю в описании к этому видео. Так, на словах буквально скажу, что вся система парковок города Кельгайма, она существует или платная, или условно бесплатная, или полностью бесплатная. Полностью бесплатная система я, кстати, оставлю еще раз в описании, именно в описании к этому видео ссылочку точки Google Maps именно на бесплатные парковки, потому что они наверняка будут вам более интересны. Это парковки, на которых можно стоять бесплатно сколько угодно, без ограничения по времени. Есть еще, как я их называю, условно бесплатные, но это, наверное, будет не совсем точная информация, потому что они, в принципе, бесплатные, но они ограничены лишь количеством времени, на которых на них можно находиться, не более двух часов. И есть еще платные парковки, но по сравнению с мюнхенскими ценами на парковки, где стоимость их составляет примерно 4-5 евро в час, парковки города Кельгайма со своей стоимостью в 1 евро в час, но это практически даром. Тем не менее, заехав сюда, в Кельгайм, автовладельцы, автолюбители, пожалуйста, ориентируйтесь на вот такие цветные, пронумерованные указатели парковочных площадей. Некоторые из них, как я уже сказал, бесплатные, и на них я поставлю ссылочку в описании к этому видео. Для вас, тех, кто захочет парковаться именно в самой старой части города Кельгайма, имейте в виду, что парковаться можно только в строго отведенных и определенных под парковку места. Смотрите, на асфальте прорисованы границы автомобилей, и только туда можно вставать, не выходя, соответственно, за габариты, иначе вы получите штраф. Что нужно обязательно посмотреть в районе города Кельгайм? Первое и обязательное, что нужно сделать в Кельгайме, это сесть на кораблик и прокатиться из самого Кельгайма к монастырю Вельтенбург по Дунаю. Я, кстати, несколько лет назад снимал небольшой видеоролик о владельце, о капитане такого корабля. Я с ним беседовал. Беседа получилась, ну, не знаю, посмотрите, послушайте сами, если кому-то это необходимо. Вот сюда поставлю ссылочку на этот ролик, если не забуду. В общем, обязательно съездите на кораблике из Кельгайма по Дунаю в монастырь Вельтенбург, где можно выпить замечательного монастырского пива, кстати, в самой старой монастырской пивоварне в мире, которая была образована еще в 1050 году. Там же можете, кстати, и пообедать, или поужинать. Но имейте в виду, что кораблик ходит только в весенне-летний-осенний период. Если я не ошибаюсь, то ли с конца марта, или с начала апреля, и по конец октября, или по самое-самое начало ноября. То есть в зимний период кораблики не ходят. Еще что нужно сделать, это сесть вот на такой небольшой паровозик, ну как паровозик, дизелевозик. То есть вот такое вот средство передвижения, которое отправляется из порта города Кельгайма на гору Михельсберг к залу освобождения Бифранксхалле в Кельгайме. Обязательно проделайте этот маршрут. Его, кстати, можно преодолеть также и ножками, если у кого-то из вас хватает физических и временных на то рамок. Если вы отказали себе в обеде или ужине с пивом, вельтенбургским пивом в монастыре Вельтенбург, то тогда сядьте, пообедайте или поужинайте в Кельгаймском ресторане при пивоварне Schneiderweiss. Это легендарная пивоварня, которая когда-то была до Второй мировой войны, была в городе Мюнхене, столице земли Баварии, а затем ее перенесли сюда, в город Кельгайме. Вот с тех пор, с середины 40-х годов 20-го века, пиво Schneiderweiss варится именно здесь, в Кельгайме. Да, ну и нельзя исключать достопримечательности города Мюнхена, которые вы также можете посмотреть, пройдясь пешком по старой исторической части этого городка. Я уже пару раз снимал здесь сколько-то лет назад, и зал освобождения Бифраунсхали Кельгайм, и порт Кельгайма, и кораблики Кельгайма, катался по Дунаю в монастырь Вельтенбург, и все это можете посмотреть в моих видео. Также я снимал здесь пару отелей, в которых любой из вас также может остановиться, приехав сюда, в город Кельгайм, в аварии с ночевкой. Какие достопримечательности Баварии можно посмотреть, приехав сюда, в город Кельгайм, не на один день, а, скажем, на два или на три дня? Возвращаюсь снова к тому, что некоторые из этих достопримечательностей я уже снимал, и они, описания и видеоролики о них есть в архивах моего видео, моего видеоканала, вернее, поэтому вы можете извлечь любое из них, и посмотреть, если что-то из этого вам приглянется. Итак, первое, куда можно съездить из Кельгайма, это небольшая деревня Эссинг, в которой я не устаю петь оды, эта деревня мне очень-очень нравится, и я всегда приглашаю и призываю своих, и самостоятельных, в том числе, туристов, приехать посетить эту деревушку. В этом же направлении есть небольшой, но симпатичный городок Риденбург. В весенне-летний-осенний период вы можете посмотреть там шоу охотничьих птиц, особенно, если вы путешествуете с детьми, я уверен, что и вам, и им это очень понравится. Отсюда из Кельгайма легко добраться в небольшой городок Абенсберг, что в 15 километрах отсюда. Этот городок известен своей, в первую очередь, своей пивоварней, музей, который проектировал и строили по проекту Фриденсрайха Гундетбассера. Об этом также есть несколько видео на моем канале. В другую сторону, в 25 километрах, отсюда находится город Регенсбург. Это просто сумасшедший по своей красоте и по своей привлекательности город. Один из самых старых городов Германии, и у Баварии уж в том числе. Вот поэтому я точно могу вам рекомендовать посетить город Регенсбург в Германии. Чуть дальше Регенсбурга есть совсем маленький-маленький городок Кальмюн. Также снимал там видео, и вы, те, кто постоянно подписан на меня, те, кто постоянно, вернее, смотрит мой канал, те, кто подписан на меня, наверняка помните эти ролики из этого городка. Просто очаровательнейший городок, и точно рекомендую вам туда в него съездить. Ну вот, пожалуй, и буду заканчивать свое видео о том, куда можно съездить из Мюнхена на один день, какие города, интересные места можно посмотреть вокруг Мюнхена с однодневной или многодневной поездкой. И, ребята, если вам это видео понравилось, я буду признателен за какую-то обратную связь. Пишите комментарии, что конкретно вам понравилось, что вам не понравилось. Может быть, у вас есть какие-то вопросы по существу относительно этому видео, или какие-то вопросы о достопримечательностях Баварии. Если я смогу, если у меня будет время, возможности, я, конечно же, постараюсь вам на них ответить. Ну и, коль вам видео понравилось, вы можете также расшарить его в своих соцсетях. Может быть, вашим друзьям, родственникам, знакомым, которые в дальнейшем будут планировать свое путешествие по Германии, или захотят приехать сюда к нам в Мюнхен. Может быть, оно также окажется полезным. В общем, все. Планируйте свое путешествие по Германии. Если вам нужны будут экскурсии в Мюнхене с русскоговорящим гидом, не забывайте о том, что здесь есть у вас я. Пишите, звоните, приезжайте к нам в Мюнхен, и мы вместе с вами посмотрим много интересных мест. Все. Всем путешествий. Всем пока. Увидимся в Мюнхене. Мюнхене 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 Продолжение следует...